Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное обновление в Star Stable Online. Для тех, кто еще мало ли не заходил в ССО и несмотря на то, что сейчас уже пятница, хочу сказать, что наконец-то они починили подарки, и так как идет сейчас последняя неделя зимы, то бишь в следующую среду новогоднее настроение уберут, то и подарки Джингл и Джангл заберут к себе, поэтому спешите, заходите, просите друзей зайти за ваши аккаунты, если вы прям вот дружите хорошо, потому что вот у меня есть такие друзья, которые меня спасают, если что, и забирайте подарки, потому что главным подарком, из-за чего все расстроились, те, кто не могли зайти 31-го, они не могли получить вот такую вот ёльскую козочку в качестве питомца. Если честно, вот эта ёльская козочка напоминает мне о самых лучших зимних временах, которые я застала. Вот, и мне теперь радостно, что она скачет вместе со мной, потому что обидно, считайте, 31-го все были в разъездах, а когда 1-го числа все приехали домой и начали заходить в ССО, подарочки исчезли, никто не мог получить подарки аж там за 4 дня, которые они пропустили, а у кого-то и больше. Вот, у меня почти на многих моих аккаунтах я, в принципе, не заходила, не забирала подарки, чтобы зайти и получить их разом уже после Нового года. Вот, а в этом обновлении нам добавили очень классную штуку, все помнят, какое мучение собирать вот эти вот желания, потому что мероприятия подвисали на один день, и их невозможно было собирать. А так, смотрите, теперь все работает очень просто и очень классно. Это нам дали такую ускоренку на последнюю неделю, вот, если честно, это крутая идея. То есть, допустим, вот вы все выполнили, у вас уже прошел час-два, а эти северные сияния, они не меняются. Напоминаю, что они должны были, насколько я помню, меняться каждый час, но этого не происходило, и я с Каролиной лично попадали в ситуацию, когда мы ждали полдня, чтобы эти северные сияния изменились, и можно было получить, наконец-таки, вот этого кролика, да, потому что пингвиненка мы уже получили, мы хотели еще и кролика, да. Вот, и теперь стоит вот такой вот Аврорус, и он меняет вот эти вот события, ты устала от текущих событий или пропустила день и хочешь вернуться, и переживаешь, что не хватает теплых желаний. В общем, благодаря общению, вот, случайным образом вам выпадают следующие мероприятия. Так, они перестат автоматически меня... Вот, если ты поменяешь мероприятия, они перестанут автоматически меняться каждый час, пока ты не выйдешь из игры, зайди заново, чтобы синхронизироваться с другими игроками. Вот, но я пока оставлю все как есть. В принципе, мне желания больше не интересны. Я уже собрала все, что хотела, но, может быть, на досуге попозже и пособираю. В общем, я считаю, это классное на последнюю новогоднюю неделю вообще мероприятие. Вот, но, кстати, грустненько, что Новый год уходит вот так рано, в конце января, потому что, ну, Новый год, как бы, ну, зима, три месяца, можно было хотя бы, не знаю, до середины февраля все это дотянуть, а там уже весну сделать. Будьте господи, я так радуюсь этому тинкеру. Так, давайте же перейдем к следующей части этого обновления. Теперь, как только вы проезжаете в Зимнюю деревню, вас встречают телескопы. Как написано, это для наблюдения за Юрвинскими созвездиями. И, если честно, я вообще не попала. Я вообще не знаю, что это за тема с этими Юрвинскими созвездиями. Вот, книжка в воздухе летает. Тут какой-то а-ля гороскоп, но я в нем ничего тут не понимаю. Как-то это мне было и пронесено непонятно. То есть, раньше как? Вот раньше разработчики общались с нами напрямую через игру. Я в Инстаграме и в Твиттере сижу редко, а вся основная информация у них теперь идет не через Ютуб-канал, а через именно Инстаграм-сторис. И вот эти вот там предсказания по звездам, они... Ты даже... Вот видите, я даже не помню, как упра... Упра... Управлять? Так, я только что что-то сделала. Ну, в общем, я не понимаю, не знаю, ни вот эту суть этих телескопов, этих созвездий, этих предсказаний, этого календаря, а-ля... Гороскопы. Да, вот, а-ля этих гороскопов. Поэтому эту суть, к сожалению, я вам в полной красе рассказать не могу, потому что сама мне ничего не знает. Ну и в прошлом обновлении я не сказала, потому что я, в принципе, не снимала его, мне не было интересно. Да вообще этот Новый год ССО, я опять в очередной раз повторюсь, меня не очень как-то обрадовала. Здесь у нас проходят салютики. Также в самой деревушке Санты... Да, почему деревушка Санты, я и так и хочу называть. Там продается очень классная одежда. Здесь у нас идет время отчет до салютиков, можно самим что-то запускать. Вот, также здесь у нас наши любимые сцены. Я помню, как я здесь проводила стримы, и, если честно, в этом году я тоже планировала стрим, но не получилось. Вот, и да, мне уже Каролина поведала, что тут стоит гигантский ельский козел, у которого немножечко подгорело. Вот, это, если честно, как-то грустненько, потому что он стоит, вроде бы он должен топать ножкой в такт, а он стоит, топает и горит. Это как-то грустненько, мне кажется, по отношению к нему. Так, вот. Вот здесь, значит, у нас еще одежда продается. Ровно даже такой же ларек стоит непосредственно в деревушке. Вот. Так, ну давайте уже перейдем к мероприятиям, которые добавили на эту неделю. Добавили нам вот такое вот адское побоище в виде этих пушек. Ого! Вот это радиус, я... Вы представляете, каково будет кому-то, и когда он будет находиться внутри всего? Вот это вот. Мне кажется, там так улететь можно, что и не вернешься. Так, и, пожалуй, рискну и зайду. Девушка, я надеюсь, вы не захотите мне подсолить все это. В общем, такое мероприятие, пушечки. На самом деле, это вот буквально несколько минут поразвлекаться, дальше это уже идет не так интересно и не так увлекательно. Вот, следующим мероприятием у нас будут... Вы извините, что у меня голос слегка такой хриплый, просто вчера было совсем не гуд, вот, и поэтому хриплю. В общем, последним мероприятием у нас это будет концерт пингвинчиков. Осталось мне только его найти. Поехать метр, и вот оно. Пингвинчики не собираются уходить, так что теперь у них концерты проводятся вот здесь вот. Такие милые. Интересно, а если тоже сам Мелодиус загреть что-то будет? А, ничего не произошло. Это просто играловка. В общем, очень мило, хотя, по-моему, на скриншоте оно на сайте ССО, оно в другом месте. Может, я не то место нашла? Как-то странно. А где? А где? Мне сказано ехать на юг. Я приехала на юг. Вот тут еще, кстати, салютики есть. Так. И какое-то еще мероприятие было. А, ну все, я все... Звездочка, стой! Ой, слушайте, я вспомнила, мне же... Мне же... Ай, это курица! Эта звезда испугалась твоей лошади. Надо будет звездочки здесь собрать, а то я все никак не соберу уже два года подряд. Это все мероприятия, что добавили в этом году, в этом обновлении. Где ты? Где ты, звезда? Стоять! Вот. И, если честно, да, я знаю, что это поздненько, что мне нужно было бы раньше это сделать, но как-то не получилось. Я вас поздравляю с наступившим Новым Годом. Я желаю вам всего хорошего, чтобы у вас все было хорошо, так и в жизни, так и в игровом мире Star Stable, чтобы у кого не было СК, они смогли появиться, у кого плохо с прокачкой, вы научились качать лошадей. Кто хочет выигрывать в чемпионатах или хотя бы понять, как это делать, я желаю, чтобы до вас снизошло это... Это просто великое... Понять... Не понять... Все, у меня язык уже заплетается. Очень сложно формулировать. Чтобы до вас снизошло озарение того, как это делать. Во! Я хотела сказать красиво, но в итоге ничего не получилось. Интересно, если я шагом пойду, я звезду это соберу? Да. Я же желаю своему каналу... Что ты будешь делать? Я же желаю своему каналу, чтобы у него до сих пор оставались такие и прибавлялись такие замечательные подписчики, которым интересно не только, допустим, то, что я делаю в ССО, но и... В принципе, все, что я снимаю, вот начала снимать про куколы. Я надеюсь, вам действительно это интересно. И поддержите меня, пожалуйста, комментарии к этому видео, чтобы я продолжала снимать про распаковку кукол. Вот, потому что... Вот, те, кто не понимает, я вам объясню. Есть шикарные игрушки, которые появляются раз в какой-то период времени. И если не успеете взять, то все, кранты. Так, пожалуй, я эту звезду буду ловить совершенно потом и попозже. Вот, поэтому я их сейчас решила скупить, чтобы потом наслаждаться, как 14 лет назад мне покупали мегаблоковских драконов, которых уже нет. Кратенькое описание. И да, если вы напишите много комментариев по поводу кукол под этим видео, то в скором времени я выложу уже готовое видео, которое просто лежит, но пока не выставляется про распаковку новогодних кукол, которые у меня были непосредственно в Новый год. Вот. А на следующем, кстати, обновлении нас ждет пополнение фризов, которых я пока не купила, потому что святые запасы СК. Их нельзя тратить на случай появления редких каких-то лошадей. Всегда держу у себя где-нибудь под подмышкой а-ля 2000 СК. Вот. Даже вот лошадей не кормлю. Бедные коняхи, вы так привыкли к роскоши. Ну и ничего не переживайте, вот скоро новогодние праздники закончатся и все будет нормально. Лошадки голодать больше не будут, как только я куплю лошадка на водворении и все будет хорошо. В общем, это все новости в этом отдалении и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова